Меня попросили сегодня поговорить на тему «Совершенные вопросы, совершенные ответы». Вот буквально по названию вот этой небольшой книги. Эта беседа, она очень знаменита. Я буду говорить сегодня о принципе, что это вообще означает, вопрос-ответ, в чём ценность этого обмена или этого процесса, и чего можно достичь при помощи вопросов-ответов. Итак, сначала мы коснёмся природы человеческого разума. Что такое человеческий разум? Я помню, был такой фильм, «Севские времена документальные. Есть ли у животных разум?» Вопрос ставился. Учёные не знали ответа на этот вопрос. Но общепринятое мнение было таково, что разума у животных нет, не говоря уже о насекомых. Но вот этот фильм, он заставил задуматься. Там проводилось множество сотни экспериментов с поведением животных. Один из экспериментов, я помню, с пауком. Паучья нить. Паук растягивает паутину, чтобы добывать себе пищу. Так они живут. И паутина – это такой инструмент, очень такой чувствительный, сверхчувствительный инструмент, как говорят учёные, сверхчувствительный. Тончайшая нить, малейшие колебания. И паук находится в укрытии. По этим колебаниям он понимает, кто попадает в паутину и так далее. И вот опускают вертикально, просто обычную нить швейную, на паутину. Что будет делать паук? Наблюдают. Все пауки оставляли эту паутину и делали новую паутину. Один из двухсот пауков сделал дырку в своей паутине, и нить провисала. Учёные задумались. Есть разум даже у насекомых. Какой-то разум есть. Вот этот фильм был посвящён на вот этой теме. Вот с этого мы и начнём. Чем же отличается разум, скажем, низших видов жизни от гомо-сапиенс, как и говорят, человек разумный? Что такое разум? Разум — это избыточное сознание, не занятое потребностями тела. У животных, конечно же, есть разум, но он погружен в потребности тела полностью. Еда, сон, совокупление, оборона. Четыре функции биологического тела. У нас тоже это есть, мы знаем, что это такое. Такие же потребности есть настоятельные, которые заставляют нас думать, где взять еду, как заработать деньги, где взять кровь, как удобно устроить свою жизнь, комфортабельно построить дом и прочее, предметы быта необходимы. Необходимо защитить свою жизнь и свое имущество и продолжение рода. Об этом думаем очень много, потому что это потребности нашего естества, так сказать. И при этом, смотрите, у нас еще есть какая-то часть разума, не занятая этими проблемами, которая может спросить как бы сверху, как будто бы, а почему все так устроено? Почему человек должен жить, работая тяжело? Почему, чтобы обрести счастье, он должен был искать, трудиться в поте лица? Почему все так трудно? Почему так все устроено? Почему именно так? И, как говорится, ученые могут объяснить процессы жизни, пронаблюдать их, объяснить, классифицировать, но они не могут ответить на вопрос, почему именно так все устроено? Вот вопрос возникает, видите? Вопрос от избыточного разума, говорится. Это вот преимущество человеческой формы жизни. Какая-то часть разума, не занятая телесными потребностями, задает странный вопрос, на который нет ответа. Задумайтесь. Ну, задумайтесь. Смотрите. Ответа нет. А вопрос есть. Это же феномен. Это же невероятно. Откуда вопрос, если ответа нет? И опыта такого нет. Например, человек смертен, а разум ищет бессмертие. Не согласен с этим опытом, хотя со всеми происходит старение, там и прочее, все эти процессы. Мы не согласны. Наша внутренняя избыточная сила не согласна. Почему жизнь так полна трудностей? Мы всегда спрашиваем, почему, как устроить так, чтобы не было этих трудностей? Этот разум думает, ищет ответы. И когда он ищет эти ответы, он задает вопросы. Что делать? Как жить? Какие науки мне нужно знать? Что нужно делать в этом мире? Что моя пища? Что такое семья? Что такое иметь детей? Что такое муж и жена? Как это все? Он должен знать ответы на эти вопросы. Если он не знает ответы на эти вопросы, его жизнь не будет отличаться от жизни животного. С одним лишь отличием. Он будет страдать. Не получив ответы на свои вопросы, он страдает. Я проехал по Екатеринбургу немного, а раньше здесь жил еще несколько лет. И я за все свое время в присутствии в Екатеринбурге не видел ни одной собаки на улице, которая бы задумалась, почему жизнь такая собачья вообще. Никто не обременен какой-то проблемой, смотрите, из животных. А люди все обременены, смотрите. Это отличие. Продолжим дальше. Итак, у нас вопрос есть. И он совершенен. Когда ребенок спрашивает, кто я, откуда я, это совершенный вопрос. Но если мы спросим себя об этом, ответа нет. Поэтому в Ведах описывается, что знание это называется апорушея, сверхчеловеческое. Не спрашивайте человека. Он производная природы, а не причина природы. Он не может знать, откуда он появился. Потому что он производная. Например, мы, если не знаем что-то о себе, и с детства мы спрашиваем родителей. Мы производные родители. Они больше знают о нашем рождении и происхождении. Кто отец, допустим? Я могу не знать, кто мой отец. И никакие методы исследования мне не помогут в этом. Ни эмпирический путь, ни гипотетический процесс размышления. Опытным путем я могу найти своего отца, если никогда его не видел. или путем эксперимента, или предположить, что каждый отец, старший меня мужчина может быть моим отцом. Сколько времени займет такое вот исследование? Ароха, говорится, без конца. То есть это очень сложно. Но есть один метод разумный. Спросить того, кто знает. Мать авторитет в этом вопросе. Просто подходите к маме и говорите, мама, кто мой отец? Вот и все. Она знает. Показываем фотографию, говорит, вот это подлец твой отец, который ты никогда не видел. И у нас нет другого выбора. Верить, не верить, другого источника не существует. Видите? Называется авторитетное знание, совершенные вопросы, совершенные ответы. Но условия. Один должен быть разумный, иметь эти вопросы, другой должен иметь опыт. опыт непосредственно, протягший авагамам, тарамям, сусукам, картам, авиям, древний текст на санскрите, должен непосредственно чувствовать предмет обсуждения, знать его. Йога, чувствовать. Не просто верить или предполагать, а чувствовать его, воспринимать объект познания. Что такое абсолютная истина? Кто-то воспринимает его непосредственно? Вот это надо научиться. Тадвитхи пранипатина, пари прашнина, сева и упадихщанте, те, гьянам, гьянина, статва даршина. Еще один древнейший текст на санскрите. Если хочешь получить знание, три условия, ну, четыре. Тадвитхи, если хочешь, видхи означает знать, ведать или видеть, это один корень. Вижу, значит знаю. Знаю, значит ведаю, обладаю информацией. Если хочешь знать, получить знание, то прежде всего вырази почтение, задавая вопросы в духе служения. Три фактора. Тому, кто татва даршина, кто видит истину, кто непосредственно воспринимает истину. Вот и все. Тут у нас возникает куча вопросов. А где найти такой источник? И существует ли такой совершенный источник среди людей? Разве люди совершенные? Вы же сами сейчас сказали, что человек не может сам себе ответить на вопросы. Это называется преемственность, парампора духовных учителей. Никто не должен излагать своего мнения, не давать своей интерпретации. Нужно получить, как почтальон, послание и передать его. А тот учитель получил так же от своего, тот от своего, тот от своего. И кто-то вот есть первый источник, откуда это исходит. Называется шрути, нисходящее знание. Все священные писания называются шрути. Оно услышано свыше. Мы не слышим этот голос свыше или изнутри сердца. Поэтому слушаем того, кто услышал. И передается по цепи преемственности. требует чистого сердца. Совершенный ответ означает честный ответ. Если я чего-то не знаю, должен сказать не знаю. Может быть так, может быть не так, может быть так. То есть столько теорий сегодня, научных теорий, теория Дарвина, допустим, теория происхождения жизни. Нет ответов. Одни гипотезы. Даже теории стройной нет. Но других теорий нет. Когда-то здесь в Екатеринбурге я был на кафедре биологии в университете. И среди педагогов у меня была лекция об эволюции сознания. И там висел портрет Дарвина в этой аудитории. Я им говорил, потому что теория Дарвина она ошибочна, ложная. Они спокойно слушали. Педагоги, ученые. И в конце их спросил, а вы верите в теорию Дарвина сами? Они мне все сказали нет. А что преподаете в университете? Теорию Дарвина. Я говорю, а почему? Это другой теории нет. У нас просто нет другой теории. Мы не можем объяснить расхождение видов, развитие видов и появление человека. Единственная теория, которую мы тоже не верим, теория Дарвина, которая утверждает, что от обезьяны, от примата появился гомо сапиенс. Вот и все. Мы принимаем это как научный постулат, но он не проверен на практике. Преемственность духовного учителя утверждает, что все виды жизни существуют одновременно сейчас. Что же это означает? Где эволюция видов, видите? Обезьяна и сейчас существует, и человек сейчас существует. И каким образом существо низшего разума становится существом высшего разума? Это возможно? Возможно себе добавить разума, скажите. Возможно себе добавить роста, хотя бы на локоть, говорил Иисус Христос самим. Говорят, барон Мюнхгаузен мог это делать, он мог себя вытащить из болота одной рукой, вместе с лошадью, знаете. Мы улыбаемся, интересно, интересно, конечно, послушать такие небылицы, но мы видим, что человек разумный, это отдельный вид жизни и отдельного предназначения. Все остальные виды жизни напоминают различные виды квартир, через которые трансмигрирует сознание. Вот она эволюция. Они существуют одновременно как лестница к чему? В конечном итоге человек приходит к освобождению от еды, сна, совокупления обороны, обретает божественное знание и полное бесстрашие. Вот он, человек. Об этом он спрашивает. Как освободиться от всех проблем, от всех проблем, от смерти, от старости, от несчастья, от боли, от болезней. Мы только об этом и думаем. Это наше предназначение. Животные это подготовительные ступени эволюции для того, чтобы войти в форму жизни человеческую и уже спросить последний вопрос. Кто я? Откуда? И наконец, зачем я существую? То есть пробуждение сознания, духа. Это называется избыточный разум дан человеку или избыточная свобода выбора. Иногда мы не знаем, какие вопросы задавать. То есть вопрос где-то в сердце есть непроявленный в форме сомнений, что-то в жизни не так, что я не знаю не так, вроде бы все есть, есть работа, есть семья, у меня есть какие-то деньги, я в принципе живу неплохо, но что-то не так в моей жизни, а что я не знаю. Как же сформулировать мой вопрос? Почему все-таки я недостаточно счастлив? Почему все-таки я совершаю ошибки часто и страдаю из этого? Почему люди становятся друзьями и врагами? Почему это двойственность? Почему трудно установить мир? А что такое женщина и мужчина? Для чего? Дарвин не ответил на этот вопрос. Действительно а зачем мужчина и женщина с точки зрения эволюции? Зачем два пола? Это одни проблемы, это непрактично, нерационально. Если мы говорим о природе, она рациональна, но она нерациональна, если есть мужчина и женщина, там много проблем между ними. Взращивать ребенка, воспитывать, давать ему образование, замуж, женить его, переживать за него, столько проблем вообще. Гидра отращивает с Богу гидренка, он отпочковывается и все. И живи себе спокойно. Никаких забот и проблем. Почему нам не пачковаться, дорогие мои? Зачем нам два пола, которые не могут тужиться друг с другом вообще, как кошка с собакой? Ну, а вопрос, это же вопрос. Вопрос к природе, вопрос к творению, вопрос практичный, рациональный. Кто ответит на этот вопрос? А ответ на все эти вопросы в конечном итоге, последний, заключающий что мы все стремимся к божественной любви? Вот там все ответы. Все вопросы возникают от того, что мы с вами недостаточно счастливы. Мы где-то раздражены, мы где-то всегда чуть-чуть неудовлетворены. Нас по жизни ведет какое-то неудовлетворение. Мы постоянно пытаемся избежать страданий и идти к наслаждениям. Вот этот наш путь. Это наша судьба. Вот так мы идем к проблемам. Именно этот путь прокладывается. Мы сами эту дорогу прокладываем. Что говорят древние мудрецы в ведах? Пока человек стремится к собственному счастью, он будет получать в ответ одни страдания. Пока он будет думать только о себе, как животное, о собственном выживании, он потеряет человеческий разум. Он должен думать о полном целом, о целом мире, о благополучии, гармонии целого мира. Он должен мыслить таким высоким образом и жить ради блага других, а не ради себя. Вот так он найдет ответ внутри сердца. Так уйдут все его страхи и проблемы. Так он освободится от своего эгоизма, жадности, зависти, через служение полному целому. Ом пурнам адах пурнам адам пурнам 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 эго ваше ишь я те. Это обращение в мантре иши панишат. Первое, о чем речь идет? Прежде чем обсуждать какие-то вопросы, сначала мы обращаемся к полному целому. Мы же знаем, что есть полное целое, есть мир, мы же знаем, мы видим разум наш догадывается, что это бесконечный мир вокруг нас, вселенная, звезды определяют нашу судьбу, красота мира, мы наблюдаем все это, давайте обратимся к этому полному целому, я его частичка, я тоже наделен какой-то полнотой и гармонией. Пока связана с этой полнотой и с частью полного целого, моя жизнь становится полной, гармоничной, наполненной знанием, счастьем, с избытком, с избытком. Тот, кто просто копит деньги и прячет их, не называется счастливым, богатым человеком, его называют сторож денег, он просто их прячет, он беспокоится, он живет в беспокойстве, как сохранить, как не потерять. Это привычка у нас и в личной жизни, сохранить любовь, не сохранить, а увеличивать нужно любовь. Ее нужно отдавать, а не прятать, не хранить. А лет нужны слова, вопросы, ответы, вдохновляющие разум, душу, выйти за пределы просто потребности еды, сна, совокупления обороны. Как? Мы же все равно едим, мы же все равно спим. Как выйти за пределы? Сознание может выйти за пределы. Еда, любая пища является грехом, написанной в Багово в Багите. Если не освящена. Те, кто знают подробно этот ведический процесс освящения пищи, они знают, это называется словом просад. Милость Бога, это не пища, почему? Называется съеденная уже пища. Первый пробует он от имени полного целого. Съедается карма за убийство этого живого существа. Если пища предлагается с любовью, пища освобождается от греха, от кармы. Она не становится источником болезней и ментальных проблем. Известно, что качество пищи влияет на наш ум и качество нашего физического существования. Вы то, что вы едите. Но даже чистая вегетарианская пища, она все же считается греховной, если не очищена полностью от кармы. Не предложено Всевышнему, говорится. Это древняя традиция. Это в каждой священной традиции есть этот принцип освящения пищи. В каждой мы забыли сегодня просто это. Забвение пришло не так уж и давно. В прошлом столетии еще люди знали, что пища должна быть освящена. Любой священник это знает. Любой человек, читающий Священное Писание, знает этот важный принцип, что пища освященная развивает тонкие ткани мозга, которые разрушают интоксикацию алкоголь, мясоедение и грубые слова. Или невежественные слова. Или проклятие. Или славовыражающие обиду, боль, критику. Тонкие ткани мозга атрофируются, перестают функционировать. И освященная пища, она дает такой позитив чувствам и уму, что хочется мыслить позитивно, возвращается наше естественное чистое мышление о счастье, о нашей изначальной природе и вере, потому что я есть душа, я неподвижен рождению смерти. Древние трактаты говорят, для души не существует ни рождения, ни смерти, но об этом нужно спросить без вызова. А как? С почтением и через служение. Почему через служение? Потому что служение это функция души. Тело не слуга, никто не хочет служить, это эксплуатация, мы говорим, нет, 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 я не честь слуга, служить, брат, выслуживаться тошно, а душа, она слуга, потому что это частичка любви. Любовь выражается именно в служении, даже в нашем случае, если мы кого-то любим, мы начинаем ему служить, не задумываясь, покупаем цветы, билеты в кино, не знаю, там, исполняем желания, мы хотим что-то сделать для этого человека, потому что нам дорог. Значит, служение это симптом любви, это невынужденное подчинение силы, эксплуатация, как это мы имеем опыт в материальном мире, а свободный выбор. И служение это взаимное и приносит огромное счастье. И какие же там вопросы и ответы, когда уже человек достигает такого великого глубокого счастья в обмене служением чистым, освященная пища, слова возвышенные, мысли, чистые, чистые браки, освященный брак, священное рождение детей, если мы устраиваем свою жизнь на таком священном уровне, о чем же там говорят люди, какие же там вопросы задают? там и игра начинается. Настоящая жизнь свободная от страхов и телесные функции это игра. Это называется лила. Когда вы счастливы, начинаете петь, танцевать, творить, играть. Любовь это начало игры, выступать в другую сферу как в общей отношении. Вся жизнь становится захватывающим привлечением и игрой. до этого уровня это выживание, это борьба за выживание, это конкуренция друг с другом, это борьба с врагами, это бояться что-то потерять. То есть еще сильное влияние биологического тела, как у животных, они тоже сражаются за противоположный пол, за пищу. Как наблюдают ученые, два шакала едят пищу рядом. У одного кусок плоти, у другого тоже кусок плоти. И они едят активно и смотрят друг на друга. И нервничают. Едят, едят, едят и смотрят. И в конце концов бросаются друг на друга посреди еды, посреди обеда. Вы видели, чтобы люди так вот ели и раздражались глядя друг на друга. Потом драку. Потом они меняются местами и доедают остатки той пищи. Оказывается, шакал смотрит на другой кусок и завидует. Ему кажется, что тот кусок вкуснее, поэтому он злится. И тот думает то же самое. Они вступают в схватку, меняются местами и доедают эту пищу. И все, пообедали, снова мир. Снова все хорошо. Поэтому священная заповедь духовная, не завидуй, не желай собственности ближнего, говорится. Это десятая заповедь. Корень всех проблем отсюда идет. А первая заповедь, нужно познать, что истина для всех одна, полная, целая, один мир существует, один Бог, один высший разум. Это приводит к умиротворению человека. Наша задача достичь мира, как сказал Будда. Нет счастья, равного покою, где покой найти в этом мире, как успокоить свою душу. Вот это самая сложная задача, это беспокойство. Поэтому Ведические Писания рекомендует священные тексты, которые умиротворяют, очищают ум. Мантра называется. Манас это ум, тра это освобождение. От чего? От невежества и всех беспокойств. Просветление ума. Интересный момент. Оказывается, если просто успокоить ум, оказывается, у меня уже все есть. Это не привносится извне с какой-то мантры, это пробуждается изнутри, потерянное на нашей, потерянное рай внутри нас. Моя природа, как души, сад, чьи-то нанда, говорится, сад, вечность, чьи-то знания, нанда, блаженство. Я уже такой, просто покрыт беспокойствами, вожделением и прочими недостатками, как золото, покрытое грязью. Но стоит очистить грязь, мы видим, что там внутри золото, там дремлет, это любовь божественная. Вот о чем говорят в священной книге. Об этом спрашивай. О том, что выше всех материальных представлений, задавая вопрос об отхокши же о чем? Того, чего не существует в материальном мире. Здесь не существует чисто любви и покоя. Спрашивай об этом. О невозможном спрашивай. О бессмертии спрашивай. О великих знаниях спрашивай. Об источнике всего творения, о высшем разуме. О, спрашивай, чего в этом мире нет, не существует. Не спрашивай об этих обычных вещах. Они все направлены на еду, солнце, выкупление, оборону. Все. Все производства работают сколько мебели, сколько кроватей сейчас, моделей, сколько одежды, сколько обуви, для чего. Еда, солнце, выкупление, обороны. Только для еды сколько производства тарелок, мельхиор, фарфор, серебро, металл, пластик, такие формы, другие формы, столы такие, другие такие, кровати, простые, сложные, несколько тысяч долларов с электронным управлением, с шумом дождя вас переворачивает, кровать ночью, сколько нужно, сбрасывает, когда нужно проснуться, вы платите, работаете, платите тысячи долларов, чтобы вот все это, устроить свой сон. Но во сне собака спит под забором, и на такой дорогой кровати, во сне мы одинаковые, мы все забываем. Иллюзия? Я могу есть мороженое с золотой посуды и думать, как это здорово, а могу есть мороженое с ладони и вкус мороженого тот же самый, и язык воспринимающий тот же самый, и объем желудка тот же самый. Где счастье? Воображаемо только. Я ем золотой посуды. Только когда эта мысль меня обманывает, ум обманывает. Поэтому разум задает вопросы, ум не отвечает. Отвечают священные трактаты. Для этого существуют священные книги для человека даются. Читать эти книги нужно. Это шрутии, знания, спустившиеся свыше. Шрутии. Все священные писания – это шрутии. И совершенный вопрос, совершенные ответы. Если вы слышали или видели того, кто слышит, или получили поприемственность то, что кто-то слышал, изначально это записывается, передается через поколение в поколение пророками, учителями, цепи преемственности существуют всегда, во всякое время нашей жизни на земле. Каждые 500 лет на землю приходит какой-то пророк, чтобы восстановить наши духовные принципы, потому что мы их забываем. В своей суете жизненной мы забываем в этой процессе выживания, конфликтов. Это сложная жизнь, век калии, нынешний век – это век раздоров, конфликтов, ссор, лицемерия, духовного упадка. Нам нужна помощь, мантра, очищение от всех этих вот проблем. И мантра медитации означает повторение трансцендентных звуков, воспроизводство языком и слушание ушами. Но звук должен быть трансцендентный, спустившийся по парампоре. Что это? Это имя Бога. Но он должен быть получено из верного источника, кто наделен трансцендентным опытом. Это имя действует, как огонь, говорится, получено из верного источника. Неважно, кто его повторяет, понимает его смысл или нет, оно будет действовать как огонь. Ребенок не понимает, что такое огонь, он обожжет. Взрослый понимает, что такое огонь, и тоже обожжется. Васту – это закон. Итак, имя Бога независимо ни от чего, ни от нашего понимания, ни от нашего настроения, просто если мы начинаем практиковать мантру медитацию, это работает с любым человеком. Где бы он ни жил, как бы вверх спидания ни был, возраста, образования ни в счет, ничто. Вы уже слышали мантру Ом, есть многие другие мантры, а есть Маха-мантра. Маха значит великая, она особенно рекомендована в Веккале, где много у нас трудностей и беспокойств в уме, ведь горе – это от ума, давайте справляться с умом. Так же, как мы стираем одежду, моем свое тело, нужно омывать ум по утрам, повторяя мантру. Лучше всего Маха-мантру. Если вы не согласны с этой традицией, не проблема, можете повторять священные молитвы из других традиций, но мы сегодня говорим о ведической традиции, не смущайтесь. Это не то, что нельзя повторять другие молитвы из других традиций, но мы сегодня говорим о ведической традиции. Маха-мантра звучит так. Хареи Кришна, Хареи Кришна, Кришна, Хареи Гри. Хареи Рама, Хареи Рама, 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 Хареи Гри. Есть джапа-медитация, есть киртана, два вида медитации. Джапа-медитация индивидуальна. У нас есть четки, есть четки. Я покажу, как это индивидуально делается. 108 бусин. Берем правой рукой большой палец и средний. Вот это место поможет нам средоточиться. Вот так вращаем бусину. И повторяем на одну бусину целиком всю мантру, состоящую из трех слов. Хареи Кришна, Хареи Кришна, 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 Хареи, 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 Рама, Хареи, Рама, Рама, Хареи, Хареи. Я медленно сейчас повторил. Здесь 108 бусин. 108 бусин. Повторяйте один круг. Это можно делать быстро, плотно, быстро, бодро, чтобы ум был сосредоточен на звуке с неким усилием. Итак, 108 раз – это один круг. По неопытности займет, может быть, 10 минут – это долго. Опытные повторяют 5-7 минут один круг медитации. Если вы будете каждый день повторять внимательно, не в суе, а в специально отведенное время, лучше раннее утро, когда все очень умиротворено и спокойно, средоточенно повторите один круг, вы начнете различать очень ясно ложь и правду в людях, и в себе, в своих мыслях тоже. Будете чувствовать это, забостриться восприятие лицемерия. Будете распознавать, трудно вас будет обмануть. Если вы будете повторять 4 круга таких, примерно займет полчаса времени, говорится, что все материальные дела человека пойдут в гору. Ваша концентрация во много раз усилится, вы перестанете делать лишние вещи, в вашей жизни освободится много пространства и времени внутреннего, и вы не будете подвержены так сильно ошибкам, то есть ваша деятельность будет более интенсивная и продуктивная. Если вы повторите 8 кругов мантры, час примерно времени, может, для кого-то чуть-чуть больше, средоточено, то вы можете ощутить в себе внутри, вот в этой области, трансцендентную атмосферу. С этого момента вы поймете, что ваш ум, чувство, разум и сознание находятся вот в этом месте, не здесь. Это офис, где они работают. А вот здесь вы найдете. И мысли зависят от состояния сердца. И чувства зависят, их восприятие, от состояния сердца. Вы сможете это ясно отличить. Ум, разум и чувство. Вы сможете видеть в себе эти три уровня восприятия. И можете перемещаться по ним. С позиции разума одно видение, с позиции ума другое видение, с позиции чувств третье видение. Кто принимает решение? Разум. Из этих трех составляющих вместе, когда вы все это воспринимаете, разум принимает правильное решение. Он не думает разуму. Он знает. Думает ум. Разум это так, как влюбиться. Вы не думаете. Вы начинаете чувствовать. Все знать. Вот и все. Это естественная вещь. Это не то, что вы читаете книги, запоминаете, грязете гранит науки. Это умственная деятельность. Это так же, как ребенок вдруг начинает говорить сам. Что за явление такое? Никто его не учит. Он просто воспринимает это. Он знает эти понятия. Он чувствует по настроению родителей, соприкасаясь с матерью, с ее телом, с ее лаской, с ее любовью. Через эту любовь к нему приходит естественное понимание. Это не ум. Это разум. Человеческий разум. Ребенок сам начинает говорить, потому что это человек уже. Это уже человек. Даже взрослые удивляются. О, заговорил. Как так получается? Никто не может понять. А взрослому человеку, чтобы заговорить на другом языке, нужно много учиться. Смотрите. Потому что уже потеряна эта связь. И если вы повторяете 16 кругов махамантры, это 2 часа в день примерно, сразу садитесь и 2 часа в медитацию погрузитесь. Не пытайтесь сразу это делать. Сначала нужно с одного круга научиться внимательности, концентрации. Это йога для ума. Ум будет убегать туда, сюда, в память, в прошлое, в будущее, куда угодно, в какие-то сюжеты жизни. Возвращайте его обратно и снова Харе, Кришна, Харе, Рам, 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 Рам. Успокаивать его. И снова возвращайте. Пусть он успокоится. Он успокоится. Еще успокоится. Еще успокоится. И вот когда он уже успокоится на 16 кругах, вы вдруг увидите, что такое карма вокруг. Вы просто это увидите глазами. Что такое реинкарнация. И как этот мир суетится. Сколько лишнего здесь все происходит. Сколько ошибочного. Вы как бы начинаете прозревать изнутри. Это мантра. Просто успокоить ум. И вы все увидите. Очень просто. Обеспокоен ум желаниями, какими-то потерями, скорбью, радость, несчастье, счастье, несчастье. Друг, враг. Это как волны, знаете, в этом большом озере ума. Море ума. Вот такие вот волны. И ничего не понятно. Волны, это рябь какая-то идет, там какие-то шторма, какая-то пена. И вот он успокаивается, успокаивается, успокаивается. И гладь такая зеркальная. И все отражается. Ясно и четко. Вы все видите. Умом отражаете ясную, четкую картину. Как оно есть на самом деле. И вы так получаете. Ответы на свои вопросы изнутри сердца, которые раньше слышали из книг священных. И от духовных учителей. Вы сами становитесь духовным учителем. Теперь вас будут спрашивать, и вы дадите ясный, четкий ответ. Это не ваш ответ. А потому что вы видите эту истину. Сами вы говорите, я ничего не знаю. Я просто вижу это все. Это все дается мне. Как просад. Как милость Богу. Вы себя не отрежуствляете этим знанием. Не присваиваете себе научные степени. Не гордитесь этим. Вы становитесь простым, естественным человеком. Абсолютно свободным от этих обозначений. И вы больше не принадлежите к этому миру конкуренции и борьбы за выживание. И для каждого стремится занять высокое положение. Нет необходимости в этом. Необходимость в освобождении от этих стремлений. Даже червь стремится занять высокое положение. Мы наблюдали это в Индии. Здесь трудно это наблюдать на улицах. В некоторых местах Индии, там где вот деревни, знаете, такие простые места. Можно наблюдать, что вот когда вы идете к Ганге через поля, люди ходят туда в туалет по-большому, деревенские. И там такие кучки, такие пирамидальные оставленные. Такие, довольно-таки, знаете, симметричные, с хвостиком тонким наверху. И там червячки. И все стремятся наверх, на эту вершину, понимаете, туда. Все скопом туда стремятся, и они сталкивают друг друга там, и все туда. Что им там нужно вообще? И там наверху один только может поместиться, и так вот размахивает хвостом. Я главный тут, я тут выше всех. И тут сталкивают тоже другой. Я тут главный. Посмотрите внимательно. Борьба идет на всех уровнях. Микробы, насекомые, животные, растения, все пытаются захватить здесь пространство и подавить соседа. Зачем нам это нужно, скажите? Если у нас есть избыточный разум, мы никогда этим счастливы не будем. Мы никогда не будем счастливы, принеся несчастье другому человеку. Мы будем жить в страхе. Как говорят некоторые психологи, что любой вид греха, плохого поступка, отражается в нашем сознании в форме какого-то страха. Фобия. Начинаем бояться. Беспричина. Почему? Совершали определенные плохие поступки. Если мы кого-то обокрали, мы боимся расплаты. Если мы заняли кого-то, деньги не даем, мы боимся встречи с этим человеком. Если кто-то кого-то убил, он будет тоже как Раскольников ходить и думать. А возмездие, он будет носить эти страхи. Это человек, это его тонкий разум, видите, он не дает ему покоя. Что посеешь, что пожнешь. Мы постепенно начинаем понимать эту истину, что нужно что-то посеять хорошее в моей жизни. Да, посади дерево, построить дом, воспитать сына, сделай хотя бы эти три вещи. Хотя бы три вещи успеть сделать. Хотя бы. Это минимум. Но на самом деле задача гораздо выше, не просто вырастить сына, а передать ему хорошее наследство, материальное и духовное, и материальное богатство, и духовную мудрость. Вот наше предназначение. Не оставаться в невежестве. На вопросы, которые мой ребенок задаст, я должен ответить. А не говорить ему, не говори, болтай глупости. Откуда я взялся, мама и папа? Не болтай глупости. Я задал такой вопрос однажды. Своей матери. Мама, а я откуда взялся? До школы еще был. Я помню, это хорошо. Она растерялась немножко. Девочка, по-моему, что-то гладила там утюгом. Заулыбалась. Сказала, я не помню. Я говорю, как не помнишь? То есть я вот сколько живу, я всегда с тобой. Я-то тебя помню. Она говорит, бабушка откуда-то принесла? Не спроси ее. Ну, я пошел к бабушке, мне интересно. Бабушка, где-то нашла. Где же нашла? Говорю, ба, я откуда появился? Так ты, говорит, у мамы спроси. Так мама к тебе отправила. Говорит, ты, говорит, принесла откуда? А-а-а, да-да-да-да-да-да-да, было-было. Я утро пошла на огород как-то, капусту пропалывать. А в капусте ты лежишь. Ну, я взяла и принесла, матери отдала. Ну, а в капусту кто положил? Ну, откуда же я знаю? Меня водили за нос, я чувствовал, что-то здесь не то вообще. Что-то здесь не то. Ну, какая-то была шутка добрая, как-то. Мне нравились эти шутки, нравились. Но что мне больше всего нравилось, что меня хотели родители. Это был ответ на мой вопрос. Вот какой ответ, видите, дается. Это написано в древних книгах. Вы должны хотеть своих детей, иначе вы не ответите на их вопросы. Вы должны любить. Это уже желанный ребенок должен быть. Это предпосылка к этому обмену вопросами и ответами. Гуру должен быть желанный, ученик должен быть желанный, квалифицированный. Близким сердцу, где между ними должно быть доверие и любовь. И вот этот обмен очень глубокий. Он приведет к Богу любого человека. Но если ты нежеланный ребенок, он не отнимает время от моих развлечений, от моей молодости. Говорит, да ты надоел ты мне. Вот в школу подержишься, узнаешь. Уходи отсюда. Мне некогда. Это травма. Такой ответ называется игнорирование. Это оскорбление души, говорит заведа. Или злые слова. Мы говорим часто, когда раздражаемся. А злая речь предвестник смерти вообще, говорится в Пуранах. Что такое смерть в этих отношениях? Когда родители и дети отврачиваются друг от друга. Они родственники. Но не хотят общаться. В этом была какая-то злая речь. Не было добрых, глубоких ответов. Или честного признания. Я еще не знаю. Давай вместе подумаем, почитаем, спросим об этом. Мы с тобой друзья. Давай вместе найдем ответ. Мы же вместе. Мы же любим друг друга. То есть самое важное, что в жизни человек может делать, это спрашивать и отвечать. Это главные две функции. Самая главная функция человека – это речь. Умение говорить, выражать свои мысли, отвечать на вопросы. Но чтобы ответить на вопросы, нужно услышать сначала. Умение слушать. Вот это умение слушать является платформой для всей человеческой культуры. Написано в Ахабхарате. Если вы хотите нравиться всем людям, всем людям, умейте просто слушать других людей. Все. Вас будут любить все. Если мы хотим, чтобы в семье была любовь, нужно уметь слушать и говорить. Только слушающий может ответить на вопрос и понять сначала нужно. Только тот, кто слушает, может понимать. Поэтому книга называется «Совершенные вопросы, совершенные ответы». Если мы присоединимся к этому процессу, читая вот этот диалог, который реально описан был, его не зря опубликуют и распространяют по всему миру эти книги. Миллионы тиражей этих книг. Очень помогают людям раскрыть эти тонкие ткани мозга, почувствовать в себе другой мир, наконец, при помощи этих вопросов и ответов, которые, может быть, мы смутно могли себе как-то внутри чувствовать эти вопросы. Тут ясно не задаются. И все священные книги тоже это вопросы и ответы на разных уровнях. И цель этой передачи знаний – достичь совершенства при помощи вопросов, ответов, достигать конечного совершенства. Мантра – это индивидуальный джап, и мы показали, как повторять. А вот коллективный называется «Киртана». Самая могучная форма медитации – это «Киртана». Я думаю, что сейчас мы можем это с вами попробовать, если хотите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ